Казахстан Казахстан Дает возможность Воспinga Лучше осознавать настоящее Возможность пределinner предвидеть будет будущее Все это так Конечно мы понимаем что наши студенты в основном учатся в факультетах технического профиля и все69 и как бы он мне пытаются у них могут в весьма легкомысленно сказать А что нам история у нас главное там фильм Физика, химия, нефтегазовое дело, экономика, менеджмент и так далее. Мы учитываем это, конечно, естественно, но надо иметь в виду, что человек, который элементарно, не владеет историческим знанием, элементарным историческим знанием, не ориентируется в историческом пространстве и времени, он подобен человеку, который болеет болезнью Альцгеймера. Он не может самокатегоризоваться, самоидентифицироваться, кто он, что он, откуда он, куда он и так далее. Ну, я думаю, будем еще об этом говорить в ходе лекции о смысле истории. Но важнейший смысл истории, как науки именно, это коллективная память, ее ревитализация. Почему это важно, тоже будем говорить, когда будем говорить о формировании нашего независимого государства. Именно общее прошлое, общее прошлое, наша память консолидирует нацию, делает ее единой, взаимопонимаемой и так далее. В отличие от точных, например, наук или естественных наук, как мы говорим, наука, история принадлежит к общегуманитарному комплексу дисциплин, к общественным дисциплинам. И в этом ее особенность большая. Если, например, потому мы называем науки точными, математика, что там 2х2, 4, и в Африке 4, и в Европе 4, и во все времена, и во все века 2х2 будет 4. Формула какая-нибудь, она фундаментальна во все времена и пространстве. История, она имеет такую, как наука, специфику, что она была и всегда будет частью идеологии, государственной или какой-то режима. И волей-неволей она учитывает это, очень часто даже обслуживает интересы идеологические этого режима, того ли иного строя и так далее. Человек, историк советский, вы понимаете, он был не свободен от объективных каких-то воззрений. Он должен был работать жестко в парадигме марсистско-ленинской идеологии. Все историки, которые девиантны были, отклонялись от этой линии, но они заканчивали очень плачевно. То есть режим жестко контролировал историческое знание. Надо иметь в виду, что историк это человек, и когда он пишет какой-то труд, какую-то статью, он не свободен от каких-то личностных эмоций. Пытается, если даже он пытается сблокировать, то все равно не высказывается каким-то образом. У него есть какие-то личные антипатии или симпатии, какие-то филии или наоборот фобии. Желает он того, не желает ли, он как бы привносит это в свои исторические воззрения, в свои публикации и так далее. Надо также иметь в виду, что историк, очень часто будем через лекцию буквально говорить, часть такого очень группового сознания. Ну, вы там не найдете, если человек, допустим, там историк пишет какой-то труд, очень редко найдете такие прецеденты, пишет труд, допустим, он исповедует сунизм, но пишет труд там про эту религию, то он должен, естественно, писать только комплиментарно. Он не может критически осмыслить там или шиизм, или сунизм, он как бы невольно оборачивается, а как воспримет это его моральная общность, моральная группа. Вот это тоже особенность большая там и так далее. История очень часто переосмысливается, плюсы на минусы меняются, черные на белые. Ну, как вот советская история, то, что раньше считалось позитивным, со знаком плюс, сегодня, наоборот, это осуждается, пишется по-другому. Поэтому, конечно, мы будем с вами стараться давать объективную историю, научно-рациональную, свободную от каких-то там субъективных факторов, мнений, явлений и так далее. Насколько это получится судить вам. Хотя это трудно, конечно. История очень важная наука, она несет очень большую социальную ответственность, огромную социальную функцию. И в этом ответственность историка перед обществом. Но если там математик, физик ошибся, там неправильно сконструировали атомный реактор, ну, трагедия там в Чернобыле. Но все равно это как бы локальная трагедия. Если историк ошибается, там, или представитель других каких-то общественных наук, то это оборачивается трагедией или бедами для всего общества. Ну, смотрите, вот советские историки там в Торе режиму идеологии писали о неком историческом такой фантоме, утопии под названием коммунизм, светлое коммунистическое будущее. Общество верило этим трудам. А сегодня мы поняли, что это иллюзия, что это утопия, и как бы все общество разочаровано, там, условно говоря, и так далее. История очень часто, если она трактуется рационально, научно-рационально, по возможности максимально объективно, в некоторых-то идеологических, групповых целях и интересах, то она выполняет позитивную роль. Но история очень часто может выполнять и выполняет негативную функцию. История должна, объективная история должна вносить в общество чувство толерантности, терпимости, взаимоуважения, добрососедства и многое, что другое. А очень часто история несет именно негативные, деконструктивные смыслы. Она порождает не культуру толерантности, а культуру насилия, отчуждения, ксенофобии. То есть ксенофобия, 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 чужое, фобия боязни, боязнь всего чужого. И как реакция на это, отторжение и агрессия на это чужое. То есть неприятие всего чужого, негативные отношения к этому чужому. Вот очень часто исторические труды и некоторые историки транслируют в общество именно такие чувства. Правильно, есть такая крылатая фраза, что войну начинают не политики или военные, а именно историки. Таких прецедентов было миллион и сейчас наблюдаются. Смотрите, например, вы знаете, в 80-х годах с перестройкой, с гласностью возникает межэтнический конфликт и территориальный конфликт. На Горном Карабахе. На Горном Карабахе это автономная область, исторически она входила в Азербайджан территориально-административно. Но там проживает значительная часть армянского населения. И вот что в 80-х годах армянские историки стали писать. Сидит, например, армянский профессор в Ереване, уютно, уся дома в кабинете. И пишут, что Карабах это чисто армянская территория, исторически принадлежала Армении, Великой Армении. Здесь должны жить только армяне, азербайджанцы должны покинуть. Ну, как бы в доказательство своих так версий, в кавычках, условно говоря, он как бы апеллирует к источникам. Но подходит к этим источникам чисто селективно, выборочно. Берет именно те факты из этих источников, которые действительно работают на его версию, подтверждая, что это армянская территория. Его коллега, азербайджанский историк, в Баку, тоже в своем уютном кабинете пишет, что Карабах, часть Великого Азербайджана, армяне должны покинуть. Точно так же работает с источниками. Те, которые на его версию работают, он интегрирует свои труды, где говорится, что там и армяне, это как бы не замечается. Вот они пишут свои научные монографии, статьи, далее это транслируется, переходит в школьные учебники, в вузовские учебники, в прессу. То есть эти воззрения начинают воспринимать широкая общественность, школьники, студенты. И как бы общественное мнение готово уже к конфликту, к взаимопретензиям. И вот вам началась там буквально межэтнический конфликт, чудо-не война. И уже сколько лет прошло, вот с 85-х годов, 85-го года, до сих пор замирения не происходит. Очень тяжело идет процесс. Возьмем Косово, бывшие Югославии, сербские историки пишут, что это Великая Сербия, албанские историки, что это Великая Албания, взаимные претензии. И вот вам конфликт военный, который кончился многочисленными жертвами и так далее. Вот историки, которые пишут подобным образом, они как бы внутренне себя пишут, осознают и экспонируют себя, как великих патриотов, которые жаждут добра своей родине. У них великая сыновья любовь, сыновья любовь к этой родине. Но о их труде оборачиваются трагедией, кровавыми конфликтами для их родины. Чего после этого стоят их заявления о любви к родине. Поэтому тоже правильно говорят, что история должна чувствовать социальную ответственность перед обществом. И знать, что очень часто написанное пером оборачивается кровавым топором, страшными межэтническими, межрелигиозными, межгрупповыми конфликтами. И виноваты в этом очень частые историки. Поэтому, конечно, история должна быть объективной, научно выверенной, верифицированной. И мы будем стараться вам давать эту историю в таком ключе. Дисциплина современной истории Казахстана охватывает во времени весь 20 век и современное развитие нашего государства. Но начнем мы этот курс с исторически далеких хронологических диапазонов. Времен, когда на территории Казахстана формировалась пастбищно-кочевая скотоводческая цивилизация и скотоводческая община. Дело в том, что именно эти исторические феномены во многом опосредовали явления, которые наблюдались в 20 веке. А также те во многом даже трагические события первого и его третьего. Человек во все времена жил, живет и продолжает существовать в рамках социо-экологической системы общества-природа. Между двумя этими подсистемами существуют взаимообратные, взаимозависимые информационные связи. То есть, если подсистема общества создает, запускает на подсистему природы какие-то негативные, энтропийные, деструктивные инфосвязи, то обязательно подсистема природа ответит аналогичными инфосвязями. Другими словами, между ними очень четкая зависимость. И природа реагирует на тропогенные воздействия человека, на нее. Если не симметрично, то почти адекватно. В этой связи понятно, что общество аграрное имело сильнейшую экологическую зависимость. Да и не только аграрное. Но мы все тешили себя надеждами, что в век индустриализма эта зависимость будет снижаться по мере достижений наустро-технической революции. Но, как мы видим, наоборот, идет обратный процесс. По мере развития НТР, ее достижений, деструктивные воздействия на природу нарастают. И, соответственно, адекватные реакции с ее стороны. Не случайно в последнее время широко будируются прогнозы то по поводу похолодания планеты нашей, то по поводу потепления и так далее. Ну вот, поскольку мы констатировали, что мы живем в такой социоэкологической связи, взаимосвязи, то понятно, что историю, по крайней мере, социально-экономическую и культурную, а как ее и проекции, и политическую историю, и все другие сегменты истории, следует рассматривать, естественно, в контексте экологическом. Ну, я могу напомнить, что экология оформилась в специальную научную дисциплину, ну, по-видимому, где-то в начале, вот так вот, в середине XX века прошедшего. Но еще древние мыслители задумались о проблеме взаимодействия человека и общества. Особенно этот аспект получал развитие в трудах в период эпохи просвещения, ну, например, в Монте-Ские. Там начинают появляться определенные схемы и концепции, например, географического детерминизма. Концепция географического детерминизма, как вы знаете, трактует природу как императивный фактор, который предопределяет все развитие человека конкретно и общества в целом. Ну, почти то же самое говорит концепция нам энвайроментализма. Более мягкая, я бы сказал, концепция географического постсибилизма. Она рассматривает зависимость общества от природы не так фатально, хотя тоже констатирует такую взаимосвязь, но, тем не менее, она предполагает, допускает, что человек и общество способны приспосабливать природу к своим интересам различным, прежде всего, конечно, хозяйственным и даже формировать определенные культурные ландшафты. Что касается Советского Союза, нашего еще совсем недалекого прошлого, то так же, как, например, генетика или кибернетика, экология как наука, ну, интерпретировались чуть ли не как продажные науки, лженауки, продажные наэмиты капитализма. И это понятно, потому что советская экономика, советская экономическая система, она не рыночная и, естественно, имела ярко выраженный экстенсивный характер. Но экстенсивная экономика, она имеет для своего развития всего два ресурса. Это стратегия бесконечно расширяющегося природопользования и бесконечное наращивание, ну, до пределов возможных, естественно, массы труда. То если бы в рыночных экономиках, в индустриальных развитых странах намечается там дефицит стали или каких-то других ресурсов, дерева, древесины, то там будут прежде всего подключать факторы инновационных технологий, будут стараться заменять какие-то стальные материалы какими-то композитными их аналогами, металлокерамикой и так далее, и так далее. Если не хватает древесины, то же самое будут делать. В советской экономике такой проблемы не стояло. Если не хватает стали, значит, надо сказать, направить геологов во все уголки необъятной страны. Те ищут руды, взрывают карьеры, строят металлургический завод и так бесконечно. Если не хватает древесины, то тоже проблемы. Нет, как говорится, руби еще одну тайгу. Не хватает электроэнергии, мало кто будет думать о малоэнергоемких технологиях. Просто будут перегораживать еще одну реку, строить плотину очередную, гидростанцию. А для этого нужны, конечно, трудовые ресурсы, работе сила, вот и наращивать бесконечно массу труда. Поскольку советская экономика экстенсивная, то есть она предполагала нещадную эксплуатацию природной среды, а экология, как наука, естественно, предполагает обратную, гармоничную взаимосвязь человека с природой, общество с природой, бережное отношение к природе. А у нас буквально такое хищническое отношение к природе. То, естественно, советскому режиму такая наука и не нужна была. Вот если мы будем рассматривать в контексте взаимозависимости общества и природы, то надо рассмотреть, конечно, природно-климатические условия Казахстана как территории. Территория Казахстана занимает внутри материковое положение. Она находится в природно-географическом отношении между Западной Сибирью и Внутренней Азией, между Средней Азией и Юго-Восточной Европой. Территория Казахстана, как вы знаете, очень существенно удалена от всех мировых океанов. И от Северного Ледовитого океана, и Индийского, от Атлантики и Тихого океана. Вот такое внутриконтинентальное положение нашего Казахстана. Природно-климатические ландшафты определялись этим фактом, и их эволюция прослеживается преимущественно в меридиональном направлении. С севера на юг. Ну, начинается, вы знаете, с севера у нас граничит с западно-сибирской низменностью, и вот у нас там начинаются наши маргинальные земли, переходные земли, это лесостепь. Далее следует степная зона, дальше начинается полупустыня, пустыня, но, безусловно, у нас есть и горные массивы, это Алтай на востоке, Мугаджары на западе, горная цепь Зайлиска-Алатан, но они занимают небольшие территории. Если посмотреть удельный лес этих ландшафтных географических зон, то будет примерно так, что лес у нас занимает где-то 5,5%. Всей территории. Зона степей у нас очень обширна, тоже занимает 26%. Полупустыни 14%. И пустыни, самый большой их удельный вес по всей территории, 44%. Уровень атмосферных осадков в среднем по территории, исключая, наверное, горную, предгорную зоны, это где-то от 100 до 250, максимум 300 миллиметров в год. Ну, атмосферные осадки в год – это снега, дожди, и причем, главным образом, это снежные осадки. Если поглядеть гидрографический режим, то в среднем из расчета на 100 километров, в теплой зоне их протяженность 4-6 километров, в полупустынной 2-4 километра, и в пустынной ландшафтной зоне всего 0,5 километра. У нас более 7 тысяч озер, но многие из них в летний-осенний период высыхают или трансформируются в болото. Гидрохимический состав этих водоемов тоже неблагополучный, естественно. Уровень его минерализации повышается, то есть засоленности повышается с севера на юг. Естественно, что территория по всем характеристикам может характеризоваться как аридная и семиаридная. Ну, аридос – это в переводе с латинского сухой, семиаридный – это полусухой. Вот по природно-климатическим условиям территория Казахстана является почти на 85% аридной и семиаридной. Фактор аридности предопределил искудность растительной кормовой базы и вообще растительности. Многие растения, особенно с севера на юг, они в качестве кормовой базы выглядят очень скудно. Одни из них – очень малые виды могут поедаться крупным рогатым скотом, лошадьми. Другие виды они не воспринимают, они не усвояемы этими видами животных и могут утилизироваться только мелким рогатым скотом, овцами, козами и верблюдами. Вот таким образом, дав констатацию, что территория Казахстана аридная, мы можем сделать такой же вывод, что с точки зрения экологии территорию Казахстана можно рассматривать как аридную экосистему. В то же время мы можем воспринимать, так и надо, территорию Казахстана как своеобразную аридную экологическую нишу, эко-нишу. И вот здесь мы подходим к одному из фундаментальных экологических законов. На сегодня там очень много в экологии, как в науке, наработанных, констатированных законов. Но вот в нашем случае нас интересует закон пустующих экологических ниш. Ну, примерно, если так вот перефразировать его немножко, он звучит так, что ни одна эко-ниша не может сколько-нибудь длительное время существовать в пустующем состоянии. Рано или поздно она будет чем-то или кем-то занята. И должна просто кем-то или чем-то занята. Этот закон подтверждался миллион раз. Сирием подтверждает, что это именно императивный, фундаментальный закон. Ну, можно сказать по аналогии, например, те же болезни, если взять, допустим, в свое время, в средние века, Европу выкашивала такая болезнь, как, например, испанка, ну, это грипп по-нашему, да, или чума, холера. Страшнейшим бичом для человека была оспа, а сегодня их, как бы, таких панэпидемий не наблюдается. Оспа вообще, последний инфицированный больной оспой был зафиксирован где-то в 70-е годы. Этих болезней нет. Ну, то есть, теоретически, эти культуры этих вирусов, этих болезней, занимали какую-то эко-нишу. Но со временем, в результате противодействия человеку этим напастям, они высвобождали эти эко-нишу, но поскольку они не могут оставаться пустующими, то они занимались новыми какими-то культурами и вирусами, новых болезней для нас, которые порождают цивилизацию. К примеру, множество можно привести, новые штаммы появляются, новые генетические формы и так далее. Ну, и можно еще по аналогии из других областей знания привести. Но, тем не менее, закон носит, повторяю, фундаментальный характер. А в данном случае, если мы констатировали, что территория Казахстана является эко-нишой, то вот здесь возникает вопрос, а кем, ну, в плане растительного мира и животного мира, понятно, что раз эко-нишу, то и скудный животный мир и растительный. А вот кем, если иметь в виду человека, могла быть занята эта эридная эко-ниша. И в этой связи мы вспоминаем одну из самых известных концепций, я бы сказал, даже выдающейся, концепция советской этнологии, это теория хозяйственно-культурных типов, ХКТ, хозяйственно-культурных типов деятельности. Она была наработана и в 60-х, 70-х годах, но рядом известных советских этнологов и историков, например, Чебоксаровым, Андриановым и так далее. Что подразумевается подхозяйственно-культурных типов? Эта концепция довольно сложная, но если коротко, то это совмещение, это комплекс хозяйства и культуры. Вообще, вот культура, что такое культура? Ну-ка, на этот счет есть масса определений по поводу культуры. Культурологии наработано там бесчетное множество, наверное, определений, признаков, что такое культура. Но если очень просто, почти до примитивизма, утрировано, то культура это все-навсего процесс взаимодействия человека и природной среды. Это процесс приспособления человека к природной среде. Сейчас она выглядит опосредованно через достижение научно-технической революции, но все равно это, тем не менее, все то же самое и процесс освоения природной среды. И вот совмещение хозяйства и культуры. Хозяйство и культурный тип деятельности. Выделяется в этнологии множество хозяйства и культурных типов деятельности по разным природно-климатическим зонам, по разным регионам мира. Ну вот если взять территорию Казахстана, то можно задаться вопросом, а мог ли интегрироваться, занять аридную конишу, кое представлялась территория Казахстана, например, земледельский тип хозяйственной и культурной деятельности. То очевидно, что нет, поскольку количество осадков, качество почв, гидрографический режим территории не позволял заниматься здесь земледелием. Естественно, что земледелием занимались в неких маргинальных пограничных зонах. Это лесостепь север Казахстана, это Саддаринский оадис, Сибиреча. Здесь, как говорит сам Бог, велел заниматься земледелем. Что и делали с древности. Вот этот земледельский пояс на юге Казахстана, где, собственно говоря, и возникала городская цивилизация, он всегда существовал. А в целом, поскольку Казахстан территория его, как мы говорили, на 85% это аридная семиаридная, то сюда мог интегрироваться только один тип хозяйственной культурной деятельности, это скотоводство. И вот на каком-то этапе скотоводство возникает, мы отвлекаемся здесь, когда там такой период, это вы, наверное, знаете, и не будем слишком далеко уходить в евре, поскольку мы договорились, что вот этот вопрос мы рассмотрим кратко, в основном системные характеристики. Ну вот появилось скотоводское хозяйство, и оно смогло адаптироваться к этим экстремальным, я бы сказал, аридным природно-климатическим условиям. Но скотоводство должно было выработать особый способ производства, особый тип хозяйственной деятельности, который позволил бы эффективно относительно утилизовать эти природные ландшафты. И в ходе длительнейшего хозяйственного экологического опыта древние насельники степи такой способ производства выработали. Это мы называем намадный способ производства или что то же самое пастбищно-кочевое скотоводство. Ну, когда появилось скотоводское хозяйство, там, условно говоря, отвлекаясь, ну, жили они довольно неплохо весной, летом, обилие трав, водопоев, но когда наступала там осень, зима, наступала гололедица, голод или летом там засушливость и они, естественно, интуитивно находились в поиске каких-то других мест обитания, где возможно прокормить скот, а скот это главные условия выживания кочевника-скотовода. Они двигались в каких-то направлениях, ушли неудачно, например, там куда-нибудь на юг, а там еще более экстраоридная территория, ну, как бы стали другие азимуты искать, вышли куда-нибудь, допустим, на северо-запад территории, например, кочевники, скотоводы Мангошлака уходили там на азимуты, в Туркмению, а летом, вы понимаете, Мангошлак, это экстраоридная территория, уходили в район северо-запада, где реки Ергиз, Хоп, Деэмба, там прекрасные летние падбищи, Желёв, вот этот экологический опыт фиксировался, и так вырабатывался вот такой способ производства. Таким образом, мы с вами определились, хотя кратко, но главное системно, что почти абсолютное доминирование на территории Казахстана падбищно-котеловодства было предопределено природным фактором, природной детерминантой, а именно оридностью и семиоридностью нашей территории. Это важно понять, поскольку с далёких времён существовала некая традиция рассматривать падбищно-кочевое скотоводство, и я думаю, что даже совремён Геродота, когда он описывал наших первых там скотоводов, допустим, саков, мусогетов и так далее, эта традиция сохранялась и сохраняется сейчас подчас. Рассматривать скотоводство как некую отсталую примитивную систему хозяйства относительно, например, земледелия. Если, допустим, рассматривать, конечно, с точки зрения экономической рациональности, то можно допустить, что, конечно, земледелие по отношению скотоводства, как это ни странно, менее трудоёмкое, более в плане производства продукта эффективное, наверное, не наверное, а точно, но, тем не менее, падрично-кочевое скотоводство это тоже достаточно эффективная система хозяйства и самым главным образом она единственная система хозяйства, которая позволяет рационально утилизовать аридные, семиаридные территории. Ну, вот такая традиция сохранялась и она перешла, естественно, и в российско-имперскую традицию, хотя многие передовые учёные российские, Лёвшин, Радлов и более поздние, Горбедовские и другие, они понимали и отстаивали более поздние, что объясняли, почему на территории Казахстана скотоводство. Но характерно, что и сегодня у нас есть историки, да не только историки, сейчас вот, к сожалению, увлекаются написанием исторических трудов и даже учебников для студентов, школьников, многие не специалисты, то есть не имеющие специального профессионального образования и с лёгкостью берутся за свои перья и пишут историю, как они говорят, для народа. Альтернативную историю, альтернативную они имеют в виду по отношению к академической науке. Так вот, они как бы, такое я бы иначе не скажу, испытывают некий комплекс неполноценностей по этому поводу. Они вот выставляют претензии к академической науке. Под академическую науку я имею в виду не аффилированность с Академией наук, а имею в виду научную, рациональную историю, основанную на научном знании именно, а не на каких-то домыслов, мифах, догадках и так далее. Вот, они считают себя альтернативной по отношению именно к академической науке. Вот они говорят, что академическая наука долгие десятилетия, особенно советский период, навязывала читателю мысль, что в Казахстане преобладало падмично-кочевое скотоводство и что казахи были преимущественно скотоводами, кочевниками или полукочевниками. Вот здесь что можно сказать? Что они испытывают своеобразный такой комплекс неполноценности, который может, возможно, так вот и перешел от этой российско-имперской такой традиции, которая рассматривала, что на территории Казахстана функционирует именно падмично-кочевое скотоводство. Комплекс изживут кочевники, отсталые, по их мнению, в силу того, что территория Казахстана в силу неких судеб исторических ли, метафизических ли, оказалась как бы на обочине, на перее всемирно-исторического процесса, на окраине, на сдворка всемирно-исторической эволюции. Поэтому здесь такое-то стало скотоводское кочевое хозяйство. Ну, во-первых, мы с вами четко определились, что появление на территории Казахстана падмично-кочевого скотоводства было продепридено фактором оридности. Здесь фактор оридности сыграл жесткую роль, как бы это был императивный приказ. Здесь можно заниматься только падмично-кочевым скотоводством. Все обратные альтернативы, как то земледелие, охота, рыболовство, ну, локально они имели места, как я говорил уже, но на самом деле широкую всю территорию Казахстана этими типами хозяйственной культурной деятельности освоить было нельзя. Вот это, конечно, примитивные научные представления, а наши многие историки навязывают мифы, что не были никогда казахи скотоводами-кочевниками, что вы, дескать, пишете. Всегда мы были земледельцами, и это они пишут в своих учебниках, в книгах, пытаются как-то доказать, естественно, у них доказательства нет, причем при этом они полностью игнорируют экологические факторы, о которых мы сейчас так долго говорили. Один даже пишет, что казахи, если держали скот, то только в городах, а выпасали его только так, летом все выходили. Получается, что это для них было как бы некое хобби такое. арабские шейхи Аравийского полуострова, они как бы пользуются Боингами 747-ми важнейшими достижениями науки и техники, а время от времени испытывают ностальгии некую, зов духов предков, они выезжают в пустыню, там устраивают шатер и занимаются калийной охотой, встречают закаты, рассветы. Такая романтика якобы. Но если бы они хотя бы элементарно знали, представление имели о городах средневековых, вы же понимаете о территории городов средневековых, это там как от Аблайхана, допустим, там до Панфилова, от Гоголя, там до Багинбай-Батыра. Где они могли держать там скот? На городских огородах, что ли? Они бы представление хоть имели, что на территории Казахстана содержалось враженные периоды амплитуда колебаний, ну, в среднем где-то 18 миллионов голов только мелкого рогатого скота. И где эти 18 миллионов они в городах содержали? Что одной овце нужно, допустим, где-то около 7 гектаров пастбищ, где они могли содержать? Вот такой вот нонсенс. Но они пишут об этом, как бы испытывая, повторяя, комплекс стыдливости. Я могу привести пример, что у нас, вы знаете, существовал Карлак, карагандинский лагерь. Он имел сельскохозяйственные профили, сельскохозяйственные направления. Его задача была обеспечивать продовольствием там объекты индустриализации, нарастающее городское население, рабочий класс и так далее. Так там в свое время действовала лаборатория, агролаборатория. Туда были посажены в этот Карлак, ведущие научные авторитеты агронауки, агрофизики, агрохимики, агрономы, агробиологи и так далее, и так далее. Выдающиеся там ученые сидели. Я сам читал отчеты этой лаборатории Карлаковской. И в их распоряжении был огромнейший, вы понимаете, контингент подневольного труда в виде заключенных Карлака. Цель была у них поставлена, как пишется в этом документе, в отчете Карлака, что здесь чекисты занимаются, решают грандиозную задачу социализма, продвижение земледелия, зернового хозяйства в Центральном Казахстане. Так вот, вы понимаете, при таких даже усилиях, таких выдающихся ученых и огромной массы труда подневольного, ничего там не выросло. Естественно, в Центральном Казахстане ничего там вырасти и не может, кроме Типчика там и других специфических степных растительных культур. Если взять Целину по аналогии, она была, эта идея Целина была еще и в 20-х годах, и в 30-х годах, будем об этом говорить, но была реализована в 1954 году, Хрущев ее инициировал, вы знаете, на февральском артовском пленуме 1954 года, и началось освоение Целины. Но агроландшафты в достаточной степени не изучили ни с точки зрения почвоведения, ни с других там проекций и позиций и распахали огромную территорию. И уже в 1955 году, вот в 1954 году начали освоение, в 1955 году был не урожай. Потом были периодически урожаи, то есть создали огромнейшую зону рискованного земледелия, по сути дела, если не аридного, то семиаридного земледелия. И, значит, периодически, я могу потом приведу, когда у нас будет Целина, я приведу факты засушливости. Она была очень, частотность ее была очень велика. Ну вот, в 1956 году получили хорошее урожай, миллиард пудов хлеба Целина у нас, а 1957 год не урожайный, 1958 год опять урожай, а 1961, 1962, 1963 сильнейшая засуха, сильнейший неурожай, эрозия, водная, ветряная и так далее. Вот, то есть, это вот такое волевое вмешательство человека в аридную природную среду с неадекватной хозяйственной системой приводило. Сегодня у нас Целина работает, но там распахивается и сеется гораздо меньшей площади, но зато урожая убираем больше. Ну вот вам примеры. А вот наши многие историки как бы пытаются доказать обратное. Здесь надо не испытывать комплекс неполноценности, какой-то сцедливости, а гордиться нашими предками, что они в таких экстремальных, экстралидных условиях смогли интегрироваться в эту экосистему, хозяйственно освоить ее и более того создать своеобразную, специфическую, уникальную свою культуру, систему социальных отношений, государственность и много что другого. Если бы послушать этих историков, если так можно с позволения сказать, то если бы у нас было земледелие, а земледелие в Казахстане было в средневековье, это юг Казахстана, то наша сегодняшняя территория была не необъятная, вот это вот наша степь, сарарка, кендала, а это вот узкая полоска на юге Казахстана. Не имели бы мы сегодня ни нефти, ни газа, ни урана, ни таблицы Менделеева почти в полном ее объеме цветных металлов не имели бы мы сегодня и хлеба целинного, и продовольственная безопасность была бы под проблемой большая, и много чего другого. Поэтому надо не стыдиться этого, а гордиться, что наши предки создали очень выдающуюся цивилизацию, ничуть не хуже, чем земледельская. Все цивилизации неравноценны, какие бы они ни были, они ветви общего древа под названием мировая цивилизация. Мы потом увидим, как эту ветку пытались обрубить и обрубили в 30-х годах, и весь исполин стал усыхать. Вот поэтому на этом я завершу этот фрагмент этой лекции, а дальше у нас будет община, там посмотрим, которая проистекала из системы хозяйства, системы порожденных отсюда социальных отношений, политические процессы и так далее. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok